Ииии всем привет друзья, с вами снова я от Спойгеймер, и что ж, у нас с вами сегодня прекрасная игрушка Голден Экс, и знаете почему она? Потому что у нас сегодня пилотный выпуск, выпуск моей новой рубрики на канале, которая у нас называется, как? Правильно, она у нас называется Рандом всегда прав. И у нас сегодня выпадает женщина с булавой, мы будем играть за врага, серьезно, и сразу же пилотный выпуск и нововведение. В этой игре теперь у нас будет такая штука, как, у нас не будет интро моего, да, стандартного перед этой игрой, чтобы слишком не затягивать, потому что Рандом будет занимать это время, первые 20-30 секунд. И у нас будет три выбора сложности, Нормал, Хард и Верихард. Верихард откуда он взялся? Объясняю, оказывается, я потестил, если убить врага, да, ой, врага, если призвать союзника и убить врага, то у нас, бам, и сложность повышается, но почему-то только после третьего уровня, да. Так что, погнали. Уровень Хард. Поехали. Так, и один игрок, у нас выпадает цифра 8. Цифра 8, это у нас враг. Враг, будем играть за врага. Поехали. И эта женщина с булавой, она много чего умеет. Это мы все скипаем, вы и так все знаете. Она много чего умеет. Мда. Очень много. Хе-хе, черт побери. Например, так. Это вперед. Вперед, БЦ. Это самый лучший удар у нее. Можно так боссов мочить медленно, но можно. И, естественно, у нас... У нас, у нас эти ролики будут длиннее. Эти ролики у нас будут минут по 30. Ну, зависит опять же от игры. Если битамап, то минут по 30. Потому что стандартные 20 минут, если укладываться, то мы будем проходить игру не наполовину. А если игра длинная, по типу битамапов, всяких Стритов Рейдж 3... Ой, Стритов Рейдж 4, Стритов Рейдж Ремейк. Мы их будем проходить так, что пол игры, а это 30 минут примерно, Golden Axe тоже 30 минут будем проходить. И уже разделять там... Решеточка 1, решеточка 1-1, то есть продолжение. И так далее. Я думаю, это будет круто. Я долго над этим думал. И сложно играть за врага, знаете ли. Хм. И я буду иногда сохраняться, но не буду использовать это сохранение при... Знаете, для того, чтобы хитрить, черт побери. Хотел бы я хитрить, делал бы это за кадром. Вот. Вырезая определенные моменты. Но мы будем делать по-другому. Я это буду делать, сохраняться перед каждым уровнем, когда буду играть за врагов. Чтобы игра вдруг, черт возьми, не зависла. Потому что все-таки это хак. И может произойти все, что угодно. Golden Axe именно. Именно тут такая проблема. И в Streets of Rage 2, которая у нас будет, тоже такая проблема. Вы только представьте, первый пилотный выпуск мне выпадает в моя любимая игра. Хм. Жесть, да? А, у нее есть сильный удар еще БЦ. Если попасть им, очень сложно, но если попасть, то будет очень сильные удары. Не такие, как у Копейчика, но все же. Думаю, я сейчас это продемонстрирую. Нет, хер мне. А, нет. Короче, она очень больно так бьет. Но враг может вырваться. Круто, да? А вот и... Мы сменили одежду. Потому что заспаунился враг. И вообще, кто не смотрел мой выпуск... Мой выпуск... Вторжение, анимация, обзоры. Там можете посмотреть, плейлист есть. Там есть данный выпуск о Golden Axe. Я рассказывал о всех багах, ошибках и то, что можно играть за врагов. Хоп. А, есть еще у нее удар. Ну, как и у всех обычных персонажей. Назад, вперед, назад, назад. Блин. Вперед, назад, вперед, БЦ. Вот. И этот суперудар, ну, такой себе. Все-таки. Хм. Вперед, назад, вперед, БЦ. Вот такой. Три удара. Все-таки лучше наносить вот так. Ой-ой-ой, нехорошо. Поранили. Поехал отсюда. Хорош. Хм. Можно так. Тоже прикольный удар. Короче, дойдем до середины игры, и это будет первый-первый пилотный выпуск. Ну, мне знаете ли, выпал не самый плохой вариант. Мог выпустить какой-нибудь рыцарь, за которого я не умею играть. И, допустим, Very Hard сложность. Которую я думал, что нет в этой игре, но, оказывается, она включается после третьего уровня. Если сначала выбрать два врага, ой, два персонажа, и первого персонажа убить. Собой же. Тогда врубится до сложности. Ой, как же я ювелирненько это сделал. Ой-ой-ой. Хорош. Зажал, тварь. Нехорошо так делать, дружище. Хм. Ну давай, нападай. Не, знаете, тут я рисковать не собираюсь. Все-таки Hard сложность. Не знаю, вообще, смогу ли я пройти. За эту женщину? Ну, посмотрим. Боссов, по крайней мере, ей мочить долго, но можно. Займет у нас это дохерище времени. Вообще, урон у нее неплохой. Если нас ударят, хм, точно такой же персонаж, как и я, то вы заметите. Кстати, в группе ВК я опубликовывал пост, не знаю, смотрел кто. Вот. Ну, смотрели, естественно, там есть просмотры. Но они, думаю, что все. Короче, через... Я думаю, этот и еще следующий выпуск, последний, с этим стареньким микрофоном. Потому что я, черт побери, уже... Хм. Купил себе крутой микрофон, и уже навсегда. Так что с этим дешевеньким микром мы с вами расстанемся. Ну, и это не обращайте внимания, да. Все хорошо. Это норма. Не очень хорошо. Тихо ты. Все же, ты рискованно. Кстати, пути тут тоже. Естественно, все тут будет рандомно. Рандом всегда прав. Запомните. Ну, хрен я его так убью. Только, разве что, этими длинными атаками. Хорош. Помер? Ой, блин, а телефон-то с рандомайзером я не положил рядом с собой. Ладно, сейчас. Все, я решу. Погодите. Сейчас, если... Убью его. Угу. И сейчас посмотрим, что выпадет по рандому. И у нас выпадает цифра 1. Мы идем наверх. Цифра 1 наверх. Цифра 2, естественно, вперед. Хорош. Найс, я из него дуги-то выбил. Хм. Хоп. Отлично. Я рад, что мне выпал голденекс. Замечательно. Ну да. Естественно, нас отправляет. 46, слушайте, неплохо. И тут я сохраняюсь. Потому что иначе у нас будут проблемы, черт побери. Вдруг мало ли что зависит. Ну, естественно, я вам об этом сообщу. Найс, я его отразил, а? Хорош, хорош. Не, не, надо сохранить свои силы для скелета. Тихо ты. Ну, вообще, она реально неплохо сносит. Да. Пошел отсюда, дружище. Найс. Найс. Ладно. Ты умрешь. Ты умрешь. Все. Отлично. Зря я не использовал магию. Хотя тут будет сложный момент, на котором... Эль момента. Можно будет знатно так подберечь сия жизнь. Я меняю постоянно цвет. Не знаю, почему цвет сменился на фиолетовый. Вроде как на этой локации вообще нет. Кстати, женщин. Интересный факт. Хоп. Отлично. Выживу ли я? Нет. Нет. Ооо. Хорош. Хорош. Ху. Жуткая, жуткая гамма. Чувак, иди-ка отсюда. По-хорошему. Слушайте, а все еще живу. Черт побери. Хотел в ту сторону, не получилось. Чертиво. Выживу, не выживу. Слушайте, не так, что плохо. Отлично. Даже хорошо. Хорошо, черт побери. Я что-то забыл даже про этих гномиков. Да, она не дотягивается. А, кстати, она бегать умеет. Это так. Вспомнили спустя прохождение уже второго уровня на половину. Вспомнил, как говорится. Вообще, пока иду я очень даже хорошо. Учитывая то, что я играю за рядового врага. Но мы встали на сторону добра. Куда же без этого, черт побери. Не, плохая идея. Надо сохранить свой рассудок и своей жизни. Ну, кстати, урон реально неплохой. Вот это он, конечно, свою пузо отбил. Отбил, да. Отбивная из жировика. Мусотый жировик. Есть стример такой, вот. Смешной. Хорош. Хоп. Слушайте, вообще хорошо идут, а? Ну, естественно, моя любимая игра. Да и персонаж не сам плохой. Но сложность хард, конечно, многовато для нее. Ладно, дойти хотя бы, знаете, до предпоследнего уровня уже будет хорошо. Но меня орел, я думаю, уничтожит. И без понятия, как я его буду бить. Сбоку... Вот это гамма! А знаете, почему такая гамма? Потому что враги, которые вон там на заднем плане, которые скелеты, они тоже почему-то считаются как бы живыми. Из-за этого я эту гамму перенял у них. Жуть, да? Ну что ж, таков путь добра. Каждый раз переодеваться. Я не думаю, что за эту женщину что-то зависнет. Я однажды за нее проходил на нормале. И никаких проблем не было. Хера вы знаете, что может случиться. Давайте я иногда буду реально сохраняться. Ну, в начале уровня. Хорош, смерть. Магия у нее женщины. Вроде как вся. Тут вроде ничего не миксовано. Ну, оригинальные женщины. Все, хорош. Так, дружище, иди отсюда. Слушайте, даже смог, смотрите. Хорош. И сейчас, естественно, я сохранюсь. Перед самым таким началом. И у нас 155 очков. Вообще хорошо. Ну, это потому что мы ничего не потеряли. Джангл. У нас джунгли. Давайте-ка я сохранюсь. А, кстати, переключился я на клавиатуру. Потому что что-то мой джойстик стал барахлить. О, адекватно. Она у меня все равно так, бесшумная. Ну как? Относительно. Этот микрофон просто слишком чувствительный. Во, сразу все спецприемы выполняются. В скобочках нет. Ну, а там мне это, резинки надо менять уже. Джойстику сколько там? Три года. Уже все продырялись, постерлись. И вот прям сейчас, как бы вам сказать, прям во время записи, он как бы все, кнопка заела в конце. Благая, хоть магию смог нажать. Прикиньте бы, кнопка заела, которая за магию отвечает. Это была бы жизнь. В принципе, на клаве тоже норм. Хотя я и не привык играть битмапы на клаве. Да и кеморрой это. Хорош-хорош. У меня действительно хороший урон. Так-так-так, мне надо тут юлить, женщина. Они, кстати, не реагируют на мои эти атаки дальние, потому что такой атаки нет у оригинального персонажа. То есть игра под это даже не была заделана. А, чё я вымпендриваюсь? У меня и так мало жизни. Сейчас да вымпендриваюсь. Смерть. Ну, а ничё. Я думаю, мы выживем, чёрт побери. Кстати, отличный шанс мне себе урон повысить. Пересесть на коня. Ещё бы ты разворачиваться умел, чёрт побери. Хорош. Отлично, отлично. Не так удобно, конечно, как на живопаде, но да ладно. А, да, чуть не сказал, чуть-чуть я не дожил, но тут жизни не было. Окей. Посмотрим, насколько меня хватит. Хм. Надо было по-другому его мочить. Хоп. И хорош. Всё. Где жизни? Восстановил. И превысил себе урон. Сейчас он попытается восстановиться и идёт нахер. Отлично. Ну, это был мой шанс, чёрт побери. Довести коня. Хорош. Так, стоять, дружище. Кстати, стоит японский регион игры, работает в 60 фпс. Так что всё отлично. А, второй, точно. Здравствуйте, мой новый друг. Тихо, ты. Хороший, хороший вариант довести сейчас до босса коня. Ну, я могу пойти на три весёлые буквы. Да, я прав, чёрт побери. Но я выжил. Я выжил. Их ещё и двоих задамажил. Ой, как рискованно. Чёрт побери. Разбежаться захотел. Разбежавшись. Прыгнув со скалы. И у меня выпадает цифра 2. Отлично. С телефона с зарядкой. Далеко у меня там лежит, но... Ладно. И так сойдёт. Для этого приходится... Долго до него тянуться. Ого! Ты чё? Парень. Странный ты. Ну, а чтоб очков хватило, нужно будет обязательно скелета убивать. Рискованно, да? Ну, что поделать. Именно этого самого скелетика. Противные падла, как хер знает что, но... Если уметь обходить их, то нормально. Терпимо. И осознать их искусственный интеллект. Ай, главное коня не потерять. Это самое главное. Важнее жизни. Конь важнее жизни. Хорош. Отлично. Ну, вообще путь мне пока что несложный достался. Через пещеру было бы посложнее. Прям специальная игра мне на первый пилотный выпуск решила подкинуть. Хотя она мне подкинула сложность Хард. Но нормал, как вы знаете, посложнее будет. В том плане, что там приходится... Не умирать почти вообще, чтобы дойти до финала. Хотя, скорее всего, это даже хуже. На Харде мы наверняка за этого персонажа не дойдём. До головы. А чё паришь-то? До свидания. Чё, смерть, не смерть? Не добил. Нет, я молчу. Я молчу, конечно, но... Хорош. Ты сдохнешь, чёрт побери. Отлично. Ну, а спрайт коням странный. Точнее, меня. Конь-то тут вполне себе адекватный. Я думаю, что полуигры мы почти прошли. Ну как, вот у нас сейчас пустыня. Потом вроде как три уровня останется. Так что... Или что у нас? Нет, у нас... Я же не поверху пошёл. У нас эти кровавые улицы. То есть полуигры мы уже прошли. Запись около 22 минут уже идёт. Потому что пока я там сохранялся, плюс-минус, потом там вырежу. Чтоб вам надписи не мельтешили по типу сохранился и всё такое. Сохранится же, чёрт побери. Сейчас я его убью и сделаю это. Потому что опасно ведь. За неё вроде как не зависает, но рисковать я не собираюсь. Отлично, продолжаем. Ой, хорош. Ой, хорош. Тихо, ты. Слушай, ну я прям так хорошо иду, ещё бы жизнь бы сохранил. Потому что я не уверен, что я смогу одолеть финального босса. Ну блин. Какая сильная независимая женщина. Мать-героина и мать-героиня. Да. Теперь я буду вас задабывать уже в новый микрофон. Буду в него петь. Естественно, атака, к которой у меня и готовы враги. Хорош. Это спецприём такой всратый, да. Добегался. Ну ладно. Не-не-не, рисковать я не буду. Это ладно, если врага два, я смогу так. Видите, женщина встала на сторону добра. И теперь она побеждает всех. Чёрт побери, сколько же можно мне не страдать, чтобы вам всем дать. Ди-ка ты, идиота кусок, я не придумал рифмы, потому что я идиот, просто называй меня. Да, так как, сказал тебе господин. Навожу кринж. Расскажите мне, пожалуйста, чё коминец. Ну вот, я неплохо её закомбил, как бы. Кого его, кто мы, я один здесь. Неплохо мне теперь закомбили. Найс. Она прыгнуть пытается каждый раз. Ну, она мертва. У-у-у, это было жёстко. Опасно. Не надо, дядя. Очень опасно. Я теперь должен от этого рыцаря бегать. Хотя был бы я обычным чуваком, я бы схватил. А, да, у неё ещё захват есть, который нахер не нужен. Из-за маленького урона. Но дело, когда она против тебя воюет, эта девка. Ещё один из Ахарда припёрся. Припрёлся, блин. Ещё один. Какая жесть. Благо, он слоупак. Ну, это лучше обстоятельства. Благо, я знаю секреты и смогу выбить доп.жизнь. Пошёл нахер. А вот теперь зато появилось, что комментировать, когда ты на дендере находишься. Пошёл ты отсюда нахер. Слушайте, я долго буду от них бегать, похоже. Ой-ёй. Ой-ёй-ёй, как я задамажил-то. Ты сдохнешь или нет? Чёрт побери тебя. Уйди, уйди, рыцарь, уйди. По-хорошему. Вот толстяку прилетел. Смотри, и течь прилетит. Я же говорю. О, помер, прикиньте. Захват как-нибудь потом покажу. Сейчас покажу секретку. Вы смотрите мой выпуск по листе анимации обзоры. Там я рассказывал об этом секрете. Опа, магий. Короче, нужен либо быстрый удар, которого у меня нет. Потому что бегаю я медленно. Потому что я играю за врага. И вот так вот можно выбить с него хавку. Раз, и я жив. Да, чёрт побери, я хорош. Не-не-не-не, извините. Вы не туда попали. Пошёл нахер, саупок. Ладно, против него не стоит применять такую тупорывую тактику. А такую стоит, вполне. Воу, он на это ведётся. Забавно. Хорош, хорош. Та-дан-дан-дан-дан. Та-дан-дан-дан-тан-тан-тан-тан. Иди-ка сюда. Не разбейники, не разбейники. Чисто. Хорош, фу магия. Ой, тут же опять развилка. Слушайте, я прям гендерно подкреплен. Я прям такой это. Цвет меняю. Кожа даже. Равенство, равенство. Твич одобряет максимально эту доисторическую игру. Слушайте, а если бы я не поменял цвет, а оставался бы белокожей женщиной, наказал бы меня твич, если бы я избивал чернокожую женщину белокожей женщиной? Вопрос. Нет. Но было бы весело. Задорно, забавно, бан. Сир. Yes, sir. Так, разбиваем знак. Вроде как очки оно даёт. Та я так и не выяснил. Цифра 1. Выпадает цифра 1. Значит, мы идём наверх. Смотрите, как беспалевно освобождать заложника. Чисто булавой. По башке дал и освободился. Вас освобождает женщина. Кстати, уникальная палитра. А знаете, почему у меня белая кожа? Потому что я стираю её лаской. Нет. Потому что тут белые копейщики, естественно, я перенял его кожу. Но при этом раскраска у меня костюма чернокожей женщины, потому что белокожей женщины в красных костюмах тут не встречаются. И теперь у меня истинная раскраска, прям как у персонажа, за который я мог бы играть. Это... Как её? Ладно, уже пропустили. Как её зовут? Сэр Барн. Вспомнил. Вот. И она, значит, у неё точно такой же костюм, короче. Забавно. И магия у меня такая же. Тоже по 9. Кто из импостер among us? Как мы можем. Да пошёл ты. Воу. Надо было оставить бутылочку. Надо было оставить был. Я сделаю это! Чернокожие парни оказались сильнее. Но не умнее. Они, кстати, поджигать вроде как умеют. Или совсем чёрные умеют поджигать. Эти вроде как могут. В оранжевых трусах. Ха, могут. Спасибо, папаша. опасный жировик. Вызарил. Хорош. Та-да-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де- нехорошо аунау теперь точно аунау а прочь кого я буду сражаться извините против персонажа за которого я не могу играть да против врагов мне даже что-то страшное не помню вроде как против врагов да 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 до свидания нахер буду еще сражаться против гол на персонажа вы понимаете что играю за противника я моя у меня ограниченные ресурсы то его сейчас захват возьму на вставай к стенке чисто свап представьте что это герой а я злодей бах ладно это легче чем не казалось штука действительно был этот удар пробивает бог слушать это полезно против козов хорошо ты придумал а ловко ты это придумал да дед вспомнил мемас которого которому сто тысяч лет отлично на этом мы с вами прощаемся а с вами был от спой геймер вон смотрите другие видосики которые там есть на у нас благодарит сейчас мы выбьем тут из них все дерьмо и продолжим уже в следующей серии следующая серия у нас через три обычных видео с обычными играми так что помните рандом всегда прав